Я просыпаюсь Зубная щётка и расчёска, бутыброды и чай Мне уготованы на долгие года Дорога в школу, семь уроков и обратно домой Обеду снова за уроки после ужина спать И так шесть дня на седьмой, когда у них выходной Никто из них не знает, чем меня занять Но тот, кто вовочкой зовётся, никогда не грустит Сегодня знаю вся планета и на это И если ты всегда нашли лица мечта походить Будет начеку и будет некогда грустить Они не подозревают, что за ними следят И потому не выбирают выражение своих Они о том, чтоб я их слушал, мне всё время твердят Забыв, что я и так всё время слышу их Так оставаясь незамеченным у всех на виду Осуществляю наблюдение свои круглый год И честно вам признаю, что уже лет десять не жду Что вдруг от них услышу новый анекдот Но тот, кто вовочкой зовётся, никогда не грустит Сегодня знаю вся планета и на это А дело в том, что все должны как можно раньше понять Нет ничего смешнее, просто наблюдать Субтитры делал DimaTorzok Они раскрыть мне обещают самый главный секрет Когда я вырасту, как будто я хочу его знать И вся беда в том, что хотел бы я того или нет Мне всё равно придётся всё же вырастать Но тот, кто вовочке зовётся, никогда не грустит Сегодня знаю вся планета и на это А чтоб вы сами убедили, что я правду сказал Я допою, а вот смотрите сериал Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пап, дай 200 рублей А мне 500 А мне нужно две тысячи Да вы что, фонарили что ли? Что с вами? Ты забыл У тебя сегодня день рождения Сегодня у папы день рождения, поэтому у всех особое настроение Несмотря на то, что начался этот день, далеко не празднично Папа пропал Я попросила тебя вчера встретить папу с работой Ой-ой-ой-ой Ой, я не успел Не успел Вот тебе Опять гороховое В понедельник ты ел это гороховое пюре с удовольствием Во вторник и среду тоже В четверг не отказывался. И вдруг сегодня, ишь ты, закапризничал. Хватит примиредничать. Опять напился. Вова, вынеси мусор. Вова, захвати свежие газеты. Хорошо. Спасибо вам, мальчик. Мама! Господи, ну я же тебя вчера сто раз спрашивала, ты это или не ты. Я тебе столько же раскивал. Дурно-то. Я же просила тебя вчера, не пей больше. Я больше не пил, я выпил столько же. Нет, ну что тебя заставляет так каждый день напиваться? Ну что, не заставляет, я доброволец. Нет, ну можно, можно выпить. Ну литр, ну два, ну три. Напиваться-то зачем? Все, я в душ. Ой-ой-ой, вот сюда. Вот так, доченька. Ну ладно, ладно. Главное, на работу не опоздать, Вова, мусор. Киса. Мася, ну. Здравствуйте. Я своего пьяницу никак не могла приучить приходить домой вовремя. Всю жизнь боролась, не могла. А я запросто приучила. Однажды приходит после двенадцати. Я говорю, ну что-то так поздно, Федя. С тех пор он позже семьи не приходил. Почему? Потому что его звали Вася. Пил, пил и спился. А мой курил, курил и скурился. А мой? Ну у меня, в общем, скончался. О, красиво. О! Объявление. Молодая, симпатичная девушка, ласковая, общительная, без вредных привычек. Оптом продаст двадцать тонн цемента. А ты подарок зятю придумал? Конечно, придумал. Но ему столько не выпить. Лучше бы помог мне посуду помыть. Пожалуйста. Вот, Вовочка, вырастешь и тоже будешь бабушке помогать. А что, дедушка к этому времени не закончит? Есть ли смысл торопиться, поскорее вырастать, если знаешь, что придется, всю посуду перемыть? Ну а дальше вы знаете. Мама принесла папе пиво, он вспомнил про свой день рождения, дал нам денег на подарки ему же. И мама ушла на работу, сестра в институт, а я не пошел в школу. А вот еще медленно работающая стенографистка-машинистка ищет заикающегося директора. Дорогая, мы с тобой женаты уже 20 лет, а ты бываешь со мной ласково только, когда тебе нужны деньги. А что? Разве это бывает недостаточно часто? Вова, ты почему не идешь в школу? Дело очень за подарок. Какой? У него сегодня тоже день рождения. Вот я и подумал, пусть хоть сегодня от меня дохнет. Он становится совершенно невыносимым. Слушает советы только каких-то идиотов. Так что поговори с ним. Не идешь в школу? Иди с папой. До вечера. Погоди. Вот. Продаю рубли по цене ниже завода-изготовителя. Чего-то я не понял. Я тебя умоляю. Ну, хотя бы сегодня. Держись подальше от рюмки. Ну, как можно держаться подальше от рюмки? Пей водку через соломинку. Чисо! Мося! Иди выпить. У меня от спиртного голова болит. Только от вашего. Вы не знаете, к чему бы это? Пока не ушли. Вопрос к разводе. Где умер Наполеон? На святой Елене. Каким гадостям их учат в школе. А что это ты вырезаешь? Заметку про мужика, который подал на развод, потому что жена шарила у него по карманам. И куда ты ее денешь? Положу в карман. Положи, положи. А как мама узнала, что ты руки не мыла? Я забыла намочить мыло. Сестра вчера сказала, что сегодня у нее состоится серьезный разговор со всеми ее ухажерами. Я что-то волнуюсь. Что случилось, однако? А ты меня любишь? Шибко люблю, однако. А почему не женишься? Раз женишься, два женишься, а потом уже пойдет, пойдет. Садись здесь. Кто последний? Я попрошу вас сделать пробор посередине, чтобы волосы были точно распределены на две половины. К сожалению, точно на две половины невозможно. У вас нечетное количество волос. Сведыбор, кажется так, он приказал нам всем долго жить. Каждый год в день папиного рождения мы идем с ним в парикмахерскую, хотя ему еще ни разу не удавалось постричься. Ничего, самое главное, чтобы мама не волновалась. Если папа день рождения отмечает третий день, делай так, как просит мама. Отправляйся с ним гулять. А мой сосед свою жену постоянно называет ласточка моя. Ласково так. А что? Что, она у него такая маленькая? Да нет, она у него залетает постоянно. Вы заметили? К нам какой-то тип повадился. Приходит, всех в очереди пересчитает и уходит. Да ненормальный какой-то. Готово. Спасибо. Вон он идет. Ты вот что, когда он уйдет, проследи за ним. Ну-с, прошу следующего. Трясите. 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 До свидания. Вы, вероятно, военный? Да. Ну и как вы относитесь к новому президенту? Да я его ни разу в жизни трезвым не видел. Он разве пьет? Да не он. Я. Прошу. Ну, расскажи, что этот тип делал, когда от нас вышел? Ну, он купил цветы и пошел домой. А он точно ненормальный. Ну, почему же ненормальный? Он к вам домой пошел. Зачем? Он... А ну, закончи! Я лучше в другой раз. Да, подумал Штирлиц. Явка действительно провалена. Раньше было написано просто явка. Пошли. Следующий. Как Плешнар выбросился из окна. Какой отчаянный. Следующий! Прошу постричь. Охотник. Только шляп снимите. О, простите. Я не заметил, что здесь дама. Здравствуй. Ну, здравствуй. Привет. А ты чего не наработчиваешь? Руки после вчерашнего трясутся. Иди песок просеивай. Шучу. Поздравляю с днем рождения. Спасибо. Значит, ты не слышал, что Серега опять очудил. Нет. А что? Пришел рано утром на работу. Голым. Абсолютно. Да ты что? Его спрашивают. Ты что, совсем очумел? В таком виде? Объясняю. Ночью пошел в ночной клуб. Ну, весело. Там музыка играет. Все танцуют. Через какое-то время вырубается свет и тихий голос объявляет. А сейчас все девушки раздеваются. Ну. Через две минуты свет включился и натурально все девушки голые. Ну и дальше танцуют, прыгают, веселятся. Ну, опять свет вырубают и тот же голос. А теперь все мужики раздеваются. Ну. Дальше. Через две минуты вырубают свет натурально. Все мужики голые. И опять танцуют, прыгают, веселятся. Через полчаса свет вырубается и тот же голос шепчет. А теперь мужчины приступают к работе. Ну. Ну. Вот он и пришел на работу. как дети малые, ей-богу. Вижу. Ну, мне пора счастливо отпраздновать. Спасибо. Главное, помни, неправильное похмел ведет к запою. А его нет. у нас учения. Знаете загадку? Летит, матюгается, на Б называется. Кто это? Это десантник. А почему на Б называется? Потому что он летит без парашюта и хочет совместить два прыжка в одном. А как можно совместить два прыжка в одном? Первый и последний. А теперь для всех. Если с первого раза у вас не получится, значит, прыжки с парашютом не для вас. А теперь на посадку. Побыстрее, побыстрее пошли. Парашютики не забываем. Товарищ инструктор, а если парашют не раскроется? Откроешь запасной. А если запасной не откроется, долго мне до земли-то лететь? Всю оставшуюся жизнь. У меня машина стоит. У нас заводы стоят, отец. И машина. Машина у него. Слышь, Вань, Серёга-то в Питере на Мерсе мужика с лошадью въехал. Да ты чё? Какие последствия? Серёга в больнице, Мерс с мяткой. А мужик, который на лошади, чё? Чё ему? Он же бронзовый. Конопля это дерево. Только ему вырасти не дают. Чай. Кофе. 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 А вот не угадали. Чай. Пойдём. Пошёл, друзья? Да нет, они, наверное, после вчерашнего ещё не очухнут. Пап, пошли в кино? Пошли. Вчера мама тебя просила проследить за молоком. Не следил. Ну? Она убежала ровно в три часа. Ну, а зачем ты кирпич на голову к дворнику бросил? Я больше не буду. Так ему больше не надо. Ну, что ещё? А если вспомнить? Тебя вызываю в школу. Зачем? Я опять разбила окно. Сколько же окон в этой школе, чёрт возьми. Нет, мама права, надо тебя время от времени порвать. Ты можешь меня бить, папа, но знай, я предупреждаю, я всё вымещу на твоих внуках. Сантажист. Не пойдём сегодня в кино, ясно? Ясно. Жалко, что не трезвый папа, добродушен, но сонлив, а когда не пьёт, то сразу думает, что педагог. Однажды мой отец позвал меня к себе и сказал, Руслан, сейчас я научу тебя мудрости. Он дал мне хворостину и сказал, сломай её. Я взял хворостину и сломал. После этого он сказал, а теперь возьми десять хворостин. Я взял десять хворостин и сломал. Тогда отец сказал, а теперь возьми веник. Я взял веник и сломал его об колено. Тогда отец сказал, ай, Русланчик, дураком родился, дураком помрёшь. Зачем веник сломал? Чем твоя мама пол подметать будет? А когда ты на мне женишься? Дорогая, я должен тебе признаться в одном своём большом недостатке. Я бываю часто беспричинно. Девник. Не волнуйся, Русланчик, меня тебе не придётся ревновать беспричиной. по ... ... ... Здравствуйте. Здравствуйте. Молодой человек. Здравствуйте. Кто это? Один знакомый. Смотри. О, смотри. О, о. О, он идёт Рабинович со своей любимой женщиной. Где? Вон, вон, полоса там. Так это ж его жена. Ну, я шо говорю? А ты знаешь, что он застраховал своё имущество от пожаров и наводнений? Ну, пожары я понимаю. А как он устроит наводнение? А какое мне дело? Пусть устраивает шухошку. Ой, перестань говорить о политике. Хэппи бёздей ту ю! Хэппи бёздей ту ю! Хэппи бёздей Хэппи бёздей Хэппи бёздей ту ю! Почему ты расстроена? Это ужасно. Ну, почему, когда я хожу по магазинам выбирать тебе подарок, мне на глаза попадаются вещи, подходящие только мне? Ну, ничего страшного. Ты правда не сердишься? Нет. Милый, если бы ты знал, какой чудесный подарок я тебе приготовила. Да? Ну, показывай. Ну, пиво. жидкий хлеб. Ну? Ну? Водка жидкое мясо. Ну? Ну? Пошли бутерброды делать. Писа! Мася! Кажется, сейчас начнется интимная сцена, поэтому пора прощаться. Ну, и напоследок, как всегда, загадка. Что означает жест сотрудника ГИБДД жезл поднятый вверх? Свободная касса! До свидания! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok